Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. В этом видео мы не будем говорить об аквариумистике, а посетим зоомагазин 4 лапы, мифы, в кормлении. Сегодня будет такой мастер-класс и мы посмотрим, что на нем будет. Если у вас есть домашние животные, кошки или собаки, посмотрите это видео до конца. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего мастер-класса. Приветствуем вас. Сегодня у нас мастер-класс на тему мифов кормления питомцев. Проведу его я, ветеринарный врач магазина 4 лапы. Зовут меня Майса. Итак, приступим к первому мифу. Сегодня мы разберем несколько мифов о кошках и несколько мифов о собаках, о кормлении кошек и собак. Значит, первый миф у нас называется так. Кошки должны пить молоко. На самом деле, в большинстве случаев молоко у кошек вызывает диарею, расстройство желудочно-кишечного тракта. А связано это с тем, что в организме кошек отсутствует такой фермент, как лактаза. Он расщепляет сахар молочный, который называется лактоза. Поэтому, к сожалению, кошки плохо реагируют на молоко. Но также есть кошки, которые реагируют абсолютно нормально на молоко. И у них в организме сохраняется небольшое количество лактазы. Поэтому они, в принципе, никакого дискомфорта для здоровья своего не испытывают. Но, тем не менее, хотелось бы сказать о том, что даже если у вашей кошки нет никаких проблем с употреблением молока, то стоит задуматься о том, что молоко все-таки калорийный достаточно продукт. Поэтому стоит использовать его крайне редко, а лучше вообще исключить. Потому что в нем содержится большое количество молочного жира, а также молочного белка, который может в процессе вызвать аллергию. Молочный белок, содержащийся в молоке, называется козеин. И, соответственно, могут быть проблемы, потому что молоко – это один из трех самых активных факторов аллергенов для животных. Но также, если вы хотите баловать свою кошечку молочным, конечно, лучше баловать ее кисломолочным. Пускай это будет кисломолочная продукция, такая как кефир, ряженка, простокваша, сметана. Но это должно быть в качестве лакомства, не чаще одного раза, одного, но, может быть, двух раз в неделю в небольшом количестве, и чтобы оно не было сладким или соленым. Так, перейдем ко второму мифу. Второй миф называется «Кошкам нельзя корма на основе рыбы». Бытует такое мнение, что кошкам нельзя корма на основе рыбы. И получается такое мнение исключительно из-за того, что кошкам на самом деле нельзя сырую рыбу. Но не только сырую, но также и в ограниченном количестве, и не всю рыбу можно вареную. Категорически нельзя копченую, соленую рыбу. Можно, конечно, давать кошкам вареную рыбу, но совсем чуть-чуть. И только благородных сортов, таких как лосось, форель, тунец. Объясню, почему нельзя кошкам именно сырую рыбу. В первую очередь, сырая рыба, диких водоемов или рек, речная рыба, прудовая рыба, которая находится в пруду, она, как правило, бывает инвазирована. То есть в ней содержатся паразиты. Паразиты называются аписторхи, вызывают такое заболевание, как аписторхоз. Которые паразиты, возбудители этого заболевания, они паразитируют не только в толстом отделе или тонком отделе кишечника. Они паразитируют по всему организму, пробираясь через отдел кишечника. Это его промежуточная стадия, так сказать, находится. Поэтому это очень опасно, потому что основное количество препаратов, которые находятся у нас, они не предназначены для того, чтобы лечить глистную инвазию, минуя желудочно-кишечный тракт. Они все основаны на том, что если у животного есть паразиты, которые паразитируют в желудке, в толстом, тонком отделе кишечника, да, эти препараты вам помогут. А те препараты, которые... Ну, таких у нас нет, поэтому, к сожалению, аписторхоз очень сложно будет вылить. И он может привести к летальному исходу. Также в свежей рыбе содержится такой фермент, как тиаминаза, да, который расщепляет тиамин в организме кошек и способствует плохому обмену веществ в дальнейшем. Также в свежей рыбе большое количество магния и фосфора, которое зачастую приводит к мочекаменному заболеванию, да, неограниченное количество при злоупотреблении рыбой, в том числе сырой рыбой. Вот такое заболевание вызывает. Также может быть перенасыщение жирных кислот. Мы знаем, да, жирные кислоты, это омега-3, омега-6. Их может быть перенасыщение, поэтому не рекомендуется давать тоже из-за этого сырую рыбу, так как жирные кислоты из организма будет чрезвычайно сложно вывести, и они могут привести к воспалению липидного слоя кожи, ну, липидного слоя организма, получается, жирового слоя. Также есть еще такой компонент, примениламиноксид, содержащийся непосредственно в рыбе, и он мешает усвоению железа в организме кошки, и, исходя из этого, приводит к железодефицитной анемии, которую тоже очень достаточно сложно лечить. Но мы говорим же сейчас не только о сырой рыбе. У нас у них звучит о том, можно ли кошкам давать карма на основе рыбы. Да, карма на основе рыбы можно и нужно давать кошкам, так как там содержится нужное количество кальция, фосфора, белка и так далее. Содержится огромное количество разных микроэлементов, которые полезны для кошки. А помимо всего прочего, такой корм лишен витамина К, который не усваивается в организме кошки, лишен вот этих тиамина и всех последующих вышеперечисленных компонентов, которые могут быть вредны для организма. Так что кормите на здоровье кошечек кормом с рыбой. В принципе, это даже полезно. Следующий миф, к которому мы перейдем, называется кошка ест цветы и она так лечится. К сожалению, это не так. Многие люди считают то, что кошка сама способна определить, какое растение для нее ядовитое, какое растение для нее полезное. На самом деле, исходя из эволюции, мы уже давно одомашнили кошек и они лишились этой способности. Поэтому стоит обратить внимание, когда ваш питомец начинает злоупотреблять поеданием комнатных цветов, нужно бить тревогу, потому что многие комнатные цветы являются ядовитыми для животных. И они могут вызвать не только ожог слизистый, в первую очередь, но также могут спровоцировать отек. Отек дыхательных путей, животное может задохнуться, что впоследствии может привести к летальному уходу. Также могут быть проблемы с кровоизлияниями в различные органы. То есть это не очень хорошо, это очень опасно. Поэтому стоит задумываться о том, если ваша кошка начинает употреблять цветы, подумайте, правильно ли вы сбалансировали рацион, хватает ли ей в ее рационе, в ее корме, в том, чем вы ее кормите, всех микро-макроэлементов, белков, жиров, углеводов. Хватает ли витаминов в этом корме. А также еще можно подумать о том, что если кошка употребляет комнатные цветы, скорее всего, она пытается вызвать рвоту у себя в организме, из-за того, что в процессе вылизывания кошка поглощает некоторое количество шерсти, которое не переваривается в ее желудке. И собираясь в клубки в желудке, эта шерсть образует комочки и может вызвать закупорку желудочно-кишечного тракта. Поэтому она пытается вызвать рвоту. Но, опять же, она же не знает о том, что ей это будет опасно. Поэтому лучше в таких случаях приобретать либо уже выращенную тракту, специализированную для кошек в магазинах, в зоомагазинах. Также есть зерны, которые вы можете выращивать дома, самостоятельно. И давать без зазрения совести, безопасности своей кошечке. Но, помимо того, многие люди обращают внимание, что их кошка вообще не реагирует на травку, которую они ей предлагают. Поэтому для этого существует... Ну, нужно же как-то вывести шерсть, да? Для этого существует такое средство, как мальт-паста. Оно помогает кошке переварить шерсть, находящуюся в желудке. Поэтому, в принципе, оно достаточно привлекательное и особо калорийности не имеет. Поэтому нужно давать его... Можно и нужно давать его от недели до двух недель, особенно в период линьки животного. Оно очень хорошо помогает. И чаще всего оно еще обогащено различными витаминами, которые будут немаловажны в процессе линьки. Так, значит, следующий миф. Большую и маленькую собаку можно кормить одним кормом. Да, мы плавно переходим к мифам про собак. Значит, миф, звучащий, да, маленькую собаку можно кормить одним кормом, это неверно. Потому что, давайте подумаем... Ну, все мы же видим, да, то, что собака маленькая, собака большая, кардинально отличаются друг от друга. Во-первых, они отличаются тем, что маленькая собака, у нее очень быстрое кровообращение. Соответственно, большое количество энергии она запращивает на терморегуляцию. Поэтому нужно животное... Это животное маленькое, да, маленькая собака, она отдает очень много тепла в окружающую среду. Поэтому ей понадобится гораздо больше белка для синтезирования, да, питательных веществ и для выработки непосредственно энергии. Поэтому ей нужно большее количество белка, что, к сожалению, не очень хорошо для крупной собаки. Потому что крупным собакам переизбыток белка может вызвать различные проблемы. Также, если мы говорим о размере гранул, да, которые употребляют собаки, маленьких пород собаки, крупных пород, они отличаются, конечно же. Если маленькая собачка будет есть корм для крупных пород собак, он же будет большой, она не сможет их разгрызть, она будет травмировать свою пасть, да, зубки может травмировать, может сломать даже зубы. Также еще нужно думать о том, что животное из-за того, что очень голодное, начнет просто-напросто глотать, потому что не может разгрызть и может поперхнуться. Что, соответственно, чревато попаданием в дыхательные пути. Если же кормить собаку кормом для мелких пород животных, то, опять же, рассмотрим гранулы, да, гранулы, они мелкие, собака не сможет жевать эти гранулы, она их будет просто захватывать и проглатывать. То есть, опять же, не происходит механической чистки зубов, хотя это одна из составляющих, да, кормления сухим кормом. Поэтому лучше, конечно, а, ну, плюс ко всему к тому, она будет проглатывать этот корм и будет заглатывать вместе с этим кормом большое количество воздуха, что не очень хорошо, потому что желудок будет наполняться воздухом, также кормом, также и воздухом. И это не очень хорошо, потому что это может привести к такой проблеме, как заворот желудка. То есть, это очень серьезно, если быстро не помочь животному, то оно может, к сожалению, привести к летальному исходу. Так что кормите своих животных правильно, подбирайте для них корм по породам, по весу, по размерам и так далее. Следующий миф тоже про собак, он называется «Моя собака всегда голодная». Наверняка вы замечали, что сколько собаку не торми, она никогда не откажется от чего-нибудь еще вкусненького, она постоянно ходит, постоянно делает вид, что она голодная. На самом деле, нужно подумать, действительно ли собака голодная. Если вы уверены в том, что рацион вашей собаки очень сбалансированный, вы кормите ее по времени, режим у собаки есть, значит собака просто... Это, в принципе, можно объяснить. Собака, исходя из ее предков, собаки у нас произошли от волков, а волки это стайные животные, которые охотились вместе стаями, и если им перепадало что-то стоящее, большое, какая-то большая добыча, они, как правило, старались наесться до отвала, для того, чтобы неизвестно, когда еще повезет так покушать. Поэтому в процессе эволюции, к сожалению, сохранилась эта способность на инстинктивном уровне у собак, поэтому они всегда пытаются съесть побольше. Сколько собаку не кормя, она будет есть, растягивать желудок, и потом в процессе может ее и вырвать от этого. Также нужно думать о том, что если... Так, о чем мы говорим? Ну, опять же, еще есть такая ошибка, если собака не ограничена в еде, то есть собаку нужно кормить по режиму, если она не ограничена в еде, и ее еда стоит в постоянном доступе, полная миска, она, конечно, будет объедаться, и это может провоцировать набор лишнего веса. Что тоже не очень хорошо, так как набор лишнего веса, как у кошек, так и у собак, может приводить к сахарному диабету. А все мы знаем, что сахарный диабет, он не лечится. Это неизлечимое заболевание, которое приходится потом терапевтически всегда поддерживать. Следующий миф, исходя из того, что многие люди говорят, что собака много ест, или она всегда голодная, но некоторые готовы поспорить, говоря о том, что их собака, наоборот, мало ест. Поэтому мы переходим к следующему мифу. Моя собака мало ест. Многие люди очень переживают, если вдруг их животное перестало кушать. Но не то, чтобы оно перестало кушать, это продолжается там сутки, двое, трое. Нет, это, конечно, уже нужно обратиться к врачу. Но прежде всего, если ваше животное отказалось, например, от утреннего кормления, то стоит задуматься и понаблюдать за животным, действительно ли оно голодное, посмотреть. Если собака достаточно активная, играет, прыгает, радуется, в принципе, значит, ей не очень хочется есть, это не значит, что вы должны быстрее кормить ее чем-то вкусненько, что-то давать. Вообще могут быть факторы, да, различные факторы, почему собака может начать вдруг внезапно плохо есть. Первым фактором является, конечно же, жара, да, летний период времени, когда, да не только собаки, вообще все животные стараются меньше кушать, потому что при употреблении пищи животное вырабатывает много энергии, много тепла. Из-за этого еще больше организм страдает от жары. Поэтому собаки, и кошки, и вообще все животные стараются летом, и в жаркое время, если у вас дома, например, жарко тоже, они стараются меньше употреблять пищи. Также они начинают употреблять больше воды, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы у животного всегда в свободном доступе была чистая и свежая вода. Также еще фактор, влияющий на потерю аппетита, это может быть, это относится к сукам, да, так, собакам женского пола, это время течки, да, время половой охоты. В это время собаки, зубки, они вообще могут отказаться от еды, либо есть очень маленькими количествами, в силу того, что в их организме сейчас происходит гормональный всплеск. Также еще щенки могут отказаться от корма, исходя из того, что просто режутся зубки, смены переходят в молочную зубу, на коренные зубы, поэтому, в принципе, может щенок и отказаться от употребления пищи. Если, также, еще немаловажный фактор, такой, как вы что-то дали, например, между приемами пищи, между утренним кормлением и вечерним кормлением, вы чем-то повакомили собаку, дали какую-то вкусняшку, косточку, что-то такое вкусненькое, скорее всего, собака подумала о том, что, ага, мне дали что-то вкусненькое, не буду-ка я есть вечером, может быть, мне что-то повкуснее опять дадут. То есть, опять же, не нужно это практиковать, нужно следить за этим, собака должна кушать то, что ей дают. И если, конечно же, это полезно для нее здоровое пища. Лучше, конечно же, вот вы, например, поставили перед животным мисочку с едой. Животное отказалось, например, в утреннее кормление, не будет есть. Вы поставили эту миску, оно отказалось есть, вы подождали 10-15 минут, после чего убрали обратно на место корм, туда, откуда вы его достали. Если собака отказалась, все, значит, забрали корм и все. Значит, в следующий раз она будет кушать вечером. И поверьте мне, если вы собаке дадите вечером корм, утром, так как она не ела, она с удовольствием счавкает все, что вы положите ей в тарелку. Поэтому голодание собакам, в принципе, иногда даже приносит пользу организму, если это не чрезмерное голодание. Так, перейдем к следующему мифу. Миф номер 7. Моя собака любит лакомство со стола. Это очень плохо. Это никогда, ни в коем случае не давайте животным лакомство со стола, да, со своей тарелкой, со своего рта, что-то где-то собачка сидит, просит. Во-первых, это может очень плохо повлиять на организм животного, так как кормить собаку нужно регулярно, регулярно, но по времени. То есть собака, у нее быть должен точно четкий режим того, когда она ест. Вы будете, если вы будете в процессе обеда своего давать какие-то кусочки со стола, конечно же, она потом откажется. И опять же, мы переходим, да, высший миф был о том, что моя собака плохо ест. Многие люди не замечают того, что они что-то дают животному, и она вот так совершенно спокойно почему-то отказалась от пищи. Поэтому еще немаловажный фактор того, что животное вы можете просто-напросто отравить. Так как в еду для людей мы добавляем различные специи, приправы добавляем, соль, сахар и так далее. И такие продукты, такие специи, они могут вызвать у животного расстройство желудочно-кишечного тракта и впоследствии заболевания этих органов. Никто не отменял у нас панкреатит, никто не отменял гастрит, никто не отменял язвы различного характера, кишечника, язвы, желудка. Поэтому нужно за этим следить. Это может привести к серьезному отравлению и вам придется лечить животное. Также еще не стоит не забывать о том, что есть такое понятие, как нарушение иерархии в семье. То есть собака – это ранговое животное, животное – стайное. Соответственно, хозяина своего она воспринимает как главаря стаи. И если вы в процессе обеда просто даете что-то вкусненькое своей собаке, собака, скорее всего, подумает о том, что она очень хорошо запомнит этот фактор, она поймет, что «Ага, мне дал хозяин что-то, значит, теперь не он главный, главное теперь я». И это может сулить вам непослушание. Собака будет очень плохо реагировать на ваши команды и не будет вас слушаться. Тем самым вы просто пауете свою собаку. Следующий миф. Собака может питаться остатками еды со стола. На самом деле звучит это ужасно, в первую очередь. И вообще остатками со стола, вот мы говорили о предыдущем мифе, вообще со стола нежелательно что-либо давать, но уж тем более остатки. Во-первых, потому что это очень вредно для животных, а во-вторых, потому что вы не можете точно сбалансировать рацион своего питомца. Вы не знаете, достаточно ли он получает необходимого ему при кормлении вот этими остатками или чего-то там со стола. Поэтому, ну, конечно, это нежелательно делать. Не нежелательно, а даже, я бы сказала, категорически запрещено. Вот, поэтому как бы следите за этим, не думайте то, что животное, если это собака, то в принципе, ну, собака это не свинья. Но нужно об этом помнить. Следующий миф, он называется, с собакам можно и полезно давать кости. Нет, не можно, не полезно, не надо давать этого. Почему-то до сих пор считается то, что собакам давать кости, это абсолютно нормально. На самом деле нет. Кости, особенно трубчатые кости, они вызывают в желудке травмы. Да, то есть собака начинает поедать эти трубчатые кости, они разламываются на осколки. Осколки острые травмируют, травмируют пищевод, травмируют желудок. И в кишечник в дальнейшем собака начинает страдать. И это может даже воткнуться, как инородный предмет. Также и кусочки, вот эти осколки, они могут собираться в комок в желудке и закупоривать его. То есть это очень-очень чревато, да, последствиями различного характера. Поэтому не стоит давать. На самом деле у нас сейчас огромное количество разных лакомств. Да, многие люди говорят, да, твердая пища нужна собакам. Да, нужна, но опять же, можно давать сухой корм. Многие ветеринарные врачи не рекомендуют вообще размачивать корма. Если вы кормите животное, кормите его дополнительным каким-то рационом. Например, влажная корма, никто нет, нет. Но не нужно размачивать то, что собачка, вот там зубки повредит. Им нужно есть сухой корм. Также огромное количество лакомств у нас присутствует. На нашем рынке огромное количество лакомств. Какие хотите, на любой вкус и кошелек, на любые предпочтения. Для ухода за полостью рта, да, в первую очередь, для чего это нужно. Также, о чем я хотела сказать. Также вот эти кости, да, мы говорим о трубчатых костях. Хуже трубчатых костей, в принципе, могут быть только вареные трубчатые кости. Да, они еще более хрупкие, и они могут, 100% гарантию могу вам дать, что они могут травмировать как ротовую полость, так и последующие органы пищеварения животного. Но стоит не забывать то, что еще и кости говяжьи или свиные кости, как правило, они свежие даются животным, и они обсеменены, могут быть различными бактериями. Да, собака, потому что тут покушала, погрызла, потом покидала, потом опять погрызла, потом опять поваляла, и, к сожалению, это приводит к обсеменению вот этих костей. Снова она это поедает, и опять начинается какой-то процесс, вплоть до инфекционных заболеваний может быть развиться, да, потому что там различная микрофлора находится в этих костях. Также и глистную инвазию из этих костей тоже никто не отменял. По сути, кости свои, на самом деле, они не имеют абсолютно никакой пищевой ценности. То есть то, что собака съедает эти кости, она не получает из них ничего абсолютно ровным счетом. Поэтому стоит ли их давать, не стоит ли их давать, это уже люди на собственном опыте почему-то готовы их пробовать. Но на самом деле лучше, конечно, не давать. Так, и последний миф, о котором мы поговорили с вами, это кормить собаку и кошку из одной миски правильно и нормально. Нет, не нормально, не неправильно, потому что собаки и кошки очень сильно отличаются друг от друга по питательным потребностям. Кошка, в первую очередь, нуждается в большом количестве белка, так как основную энергию она берет при расщеплении глюкозы, которая содержится в белках. Поэтому корма для кошек чаще всего являются очень белковыми, там высокое содержание белка. Поэтому собакам, опять же, это не очень хорошо, не очень полезно. В то время как собака синтезирует энергию, в принципе, из всех составляющих формы, это белки, жиры и углеводы. А вот кошки, например, углеводы, в принципе, не воспринимают. Особо никакой пищевой ценности они для них не несут. Поэтому нужно следить. Затем, чем вы кормите? Кошачий корм, он на то и кошачий корм, чтобы его давать кошкам. Собачий корм, он на то и собачий, чтобы давать собакам. Потому что многие люди считают, что если у нас маленькая кошечка, если у нас маленькая собачка, мы можем, в принципе, куплю-ка я один корм и накормлю я всех. Нет, так не нужно делать. Это не полезно ни для одного животного, ни для другого животного. Ну, точнее, для одного из них будет полезно, в зависимости от того, для кого корм вы купите. Да, стоит помнить о том, что маленькая собака – это не кошка. И не нужно кормить ее тем, чем кормят кошек. В принципе, это все, что я хотела сказать. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Есть вопрос. А что вы порекомендуете для моих котов? У меня один взрослый кот, один котенок. Корма я бы вам посоветовала. Очень хороший корм есть. Холистик называется он. Класса Холистик. Как все мы знаем, класс Холистик – это самый наивысший класс. Это значит, эти корма производятся из того сырья, которое пригодно употреблению в пищу животным и людям. Поэтому у нас в нашей линейке в четырех лапах есть такие корма, как Гранди. Очень хороший баланс здесь всех нужных макро- и микроэлементов, витаминов и в том числе белка. Здесь большое содержание свежего мяса. И поэтому вы можете использовать для своего кота взрослого. Для взрослых пород есть такой корм. И есть для котят здесь все необходимое есть. Это полнорационный корм. А можно посмотреть, какие там гранулы? Да, конечно, можно посмотреть. Вот, смотрите, здесь для котят специально маленькие гранулы такие. А для кошек взрослых они идут уже чуть-чуть попустнее. И они все разработаны по анатомическим особенностям пасти животных. То есть, соответственно, видите, они такие продолговатые. Ну, точнее, плоские более или менее. И достаточно плотные по своей консистенции. Нет, ну, спасибо. Это натуральный продукт, настоящий оленей рог. И он очень полезен для собак. Он очень хорошо очищает тортовую полосу от налета. И все, Майс, спасибо тебе. Будем рады видеть вас снова в нашем магазине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok